Окрашивание волос при беременности – возможный вред от окрашивания, мнение врачей. Безопасные методы смены цвета волос в том случае, если от покраски невозможно отказаться, следует выбрать наиболее щадящие варианты, которых на данный момент достаточно. Для этого отлично подойдут натуральные красители, например, отвар ромашки или кары дуба, басма и ихна. Также безопасными являются различные оттеночные шампуни и бальзамы. Конечно, большинство из них не даст стойкого результата или кардинальной смены имиджа, но поддержать шевелюру в ухоженном виде помогут. Если рассмотреть результат наиболее распространенных естественных красителей, то можно отметить их особенности – отвар ромашки. Подходит для светловолосых женщин, придает золотистый оттенок и легкий осветляющий эффект, лимон по своему результату очень похож на ромашку, но может немного высушить локоны. Кора дуба – идеальный вариант для темных оттенков, помогает подчеркнуть темно-коричневый тон. Шелуха репчатого лука и черный чай обеспечивает золотисто-коричневый тон. Басма придает коричневый оттенок, натуральная. Хана поможет обрести рыжий цвет. Достоинством этих красителей, помимо прочего, будет лечебное воздействие на структуру локонов. Недостатком же можно назвать некоторое неудобство в использовании. Каждый из ингредиентов готовится по-разному, лимонный сок смешивается с водой в рапорции 1-1, басма и хна размешиваются водой А. Также могут смешиваться друг с другом в различных частях, остальные используются в виде отваров, которыми ополаскивают шевелюру и не смывают их. Также, существуют органические краски, которые более чем на 95% состоят из натуральных ингредиентов. Но такой способ недешевый и применяется только у профессиональных мастеров. Полезные советы для того, чтобы свести к минимуму возможные проблемы со здоровьем и остаться спокойной, следует соблюдать простые правила. Окрашивание волос будущих мам. При необходимости проведения этой процедуры ее откладывают до второго или третьего триместра. Частое воздействие красящих составов нежелательно, поэтому подобную процедуру проводят не чаще, чем раз в три месяца. Для того, чтобы не переживать за отросшие корни, лучше выбрать цвет, который максимально приближен к натуральному. Будучи в положении без риска, можно использовать щадящее средство, оттеночные шампуни, натуральные составы, некоторые популярные виды окрашивания. Перед воздействием любого красителя следует сделать тест на аллергию. Лучше проводить процедуру у профессионала, который сможет подобрать наиболее щадящий краситель без аммиак и выраженного запаха. Не использовать в этот период блондаран. В первую очередь женщина должна подумать о здоровье своего малыша. Подозрительные процедуры всегда можно сделать чуть позже, либо выбрать более безопасный способ. Особенно учитывая, что таких вариантов сейчас предостаточно. Выбираем оттенки и цвета для окрашивания волос. Правильно, к кому идет черный цвет, какой цвет волос гармонирует с зелеными глазами. Подбираем оттенок для каштановых волос. Оттенки волос, которые подойдут обладательницам кори глаз. Выбираем цвет волос для голубых глаз. Актуальные оттенки блонда. Как их получить? Варианты красивого окрашивания русых волос. Изменения в организме, происходящие во время беременности. Состояние беременности изменяет работу органов и систем организма, но в первую очередь происходят изменения гормонального фона. А именно баланс эстрогена и прогестерона напрямую влияет на состояние волос. Взаимосвязь можно проследить по триместрам. В первом триместре происходят самые сильные изменения в организме из-за гормональной встряски. К тому же нередко такое явление, как токсикоз, сильное проявление которого значительно снижает поступление многих микроэлементов и витаминов. Это ведет к ухудшению состояния шевелюры будущей мамы. Концы прядей становятся сухими у корней, наоборот, выделяется больше кожного жира. Сами локоны тусклые и блеклые. Во втором триместре чаще всего общее и самочувствие будущей мамы нормализуется, она чувствует себя лучше, а питание становится более полноценным. Все это положительно влияет и на ее волосы. Кроме этого, в этот период увеличивается выработка прогестерона, за счет чего они почти перестают выпадать. Третий триместр по своему воздействию похож на второй. Если все протекает хорошо, женщина испытывает мало стрессов и полноценно питается, это положительно сказывается и на шевелюре. К этому моменту многие успевают значительно отрастить длину своих локонов. Что говорят эксперты о эмилировании при беременности, лактации во время месячных, советы по проведению смены образа, вы можете прочесть на нашем сайте. Вред от окрашивания во время беременности. Многие советуют отказаться от этой процедуры на 9 месяцев, обосновывая это разными причинами. Перед принятием решения следует разобраться, какие из рекомендаций имеют под собой почву, а какие – нет. Главным поводом отказаться от окраски в этот период считает химический состав краски и ее возможное проникновение к плоду. На данный момент таких случаев не зафиксировано. Большая часть рекомендаций отказаться от чего-либо является подстраховкой. Но в большинстве случаев молодым мамам все же не лишним будет окружить себя натуральными составами. В случае применения красящих веществ обычно запрещают делать это в первом триместре, в самый ответственный период закладки всех систем организма плода. Негативным фактором является испарение аммиака из красящего состава, поэтому желательно использовать безаммиачный краситель. Если же выраженной реакции на запахи нет, все равно следует проводить окрашивание в хорошо проветриваемом помещении. Цвет при окрашивании может получиться не таким, каким его ожидают из-за изменения гормонального фона. Неожиданный оттенок волосы могут окраситься неровнопитными. Часто в этот период обостряются аллергические реакции, которые могут возникнуть даже на привычный красящий состав. Мнение врачей какого-либо однозначного ответа на вопрос, вредно или нет, со стороны медиков не дается. Каждый из них имеет личное мнение на этот счет, а все потому, что исследований как таковых не проводилось, да и вряд ли оно сможет доказать, что вред наступил именно от покраски. Если рассматривать вариант попадания в организм плода токсических веществ из краски, то это не представляется науке реальным. Тем не менее, большинство докторов стараются обезопасить здоровье мамы будущего малыша. Безопасные методы смены цвета волос В том случае, если от покраски невозможно отказаться, следует выбрать наиболее щадящие варианты, которых на данный момент достаточно. Для этого отлично подойдут натуральные красители, например, отвар ромашки или кары дуба, басма ихна. Также безопасными являются различные оттеночные шампуни и бальзамы. Конечно, большинство из них не даст стойкого результата или кардинальной смены имиджа, но поддержать шевелюру в ухоженном виде помогут. Если рассмотреть результат наиболее распространенных естественных красителей, то можно отметить их особенности отвар ромашки. Подходит для светловолосых женщин, придает золотистый оттенок и легкий осветляющий эффект. Лимон по своему результату очень похож на ромашку, но может немного высушить локоны. Кора дуба – идеальный вариант для темных оттенков, помогает подчеркнуть темно-коричневый тон. Шелуха репчатого лука и черный чай обеспечивает золотисто-коричневый тон. Басма придает коричневый оттенок, натуральная. Хана поможет обрести рыжий цвет. Достоинством этих красителей, помимо прочего, будет лечебное воздействие на структуру локонов. Недостатком же можно назвать некоторое неудобство в использовании. Каждый из ингредиентов готовится по-разному. Лимонный сок смешивается с водой в рапорции 1.1. Басма их на размешивается водой А. Также могут смешиваться друг с другом в различных частях. Остальные используются в виде отваров, которыми ополаскивают шевелюру и не смывают их. Также, существуют органические краски, которые более чем на 95% состоят из натуральных ингредиентов. Но такой способ не дешевый и применяется только у профессиональных мастеров. Полезные советы для того, чтобы свести к минимуму возможные проблемы со здоровьем и остаться спокойной, следует соблюдать простые правила окрашивания волос будущих мам. При необходимости проведения этой процедуры ее откладывают до второго или третьего триместра. Частое воздействие красящих составов нежелательно, поэтому подобную процедуру проводят не чаще, чем раз в три месяца. Для того, чтобы не переживать за отросшие корни, лучше выбрать цвет, который максимально приближен к натуральному. Будучи в положении без риска, можно использовать щадящее средство, оттеночные шампуни, натуральные составы, некоторые популярные виды окрашивания. Перед воздействием любого красителя следует сделать тест на аллергию. Лучше проводить процедуру у профессионала, который сможет подобрать наиболее щадящий краситель без аммиака и выраженного запаха. Не использовать в этот период блондаран. В первую очередь женщина должна подумать о здоровье своего малыша. Подозрительные процедуры всегда можно сделать чуть позже, либо выбрать более безопасный способ. Особенно учитывая, что таких вариантов сейчас предостаточно. Выбираем оттенки и цвета для окрашивания волос. Правильно, кому идет черный цвет, какой цвет волос гармонирует с зелеными глазами. Подбираем оттенок для каштановых волос. Оттенки волос, которые подойдут обладательницам карик глаз. Выбираем цвет волос для голубых глаз. Актуальные оттенки блонда. Как их получить? Варианты красивого окрашивания русых волос. Полезное видео. Можно ли беременным красить волосы? Отрашивание при беременности. Продолжение следует.